Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу о моем прогрессиве Neverwinter. Постараюсь рассказать об игре, потому что уже немножко поиграв, я понимаю большинство ее моментов. Может быть не все, может быть еще многое добавится, но вот пока есть. Буквально только что я поднял 30 уровень, и на 30 уровне я могу поднять по одной характеристике и характеристики отдельно. Но сейчас я вам все объясню, потому что словами это легче показать. А тут я могу выбрать свой дальнейший путь. Каждые вот эти скиллы можно почитать, то есть это идеальные скиллы. Они будут доступны на следующем уровне развития. Пока от этого отступим и покажу... Так, стоять. Покажу мои умения. Ага, то есть умения можно выбирать только после определения. Хорошо, давайте-ка почитаем. Угрожающий рывок. 129-149. Вы бросаетесь на цель, врезаясь в нее, подчиняясь серьезным ботом. Лежащие к ней враги временно помечаются. Удобная способность. И домажная, кстати. Вы бросаетесь на врагов, оставляете их лежачим. Хорошая способность. Вы бросаетесь на цель, грабя ударов, сбивая их с ног. Очень хорошая способность. Когда у вас остается менее 15% хитов, вы восстанавливаете 10%. Атаковавший вас враг получает столько же урона. Стойка воина. Когда вы убьете врага, вы восстанавливаете 1% максимального числа хитов. Если ваш враг действует эффектами контроля, вы ему наносите на 5% больше урона. И это по навыкам. Интересно. Мастер меча. Так, ну по урону, что-то он меня расстраивает, этот мастер меча, конечно. Ну вот. С изяществом мастер улучшает своего противника. С определенной скоростью наносите урон клинком. Вы улучшаете врагов. Так, понятно. Стальной бич. Вы учитесь мастерству сражения с несколькими врагами. В бою будете проводить дополнительную атаку с вероятностью. Интересно, кстати. Вот это интересная способность. После, при использовании ежедневного умения, вы получаете иммунитет к урону на 3 секунды. Неуязвимость. То есть, интересно. Это на 40 уровне. Да? Хорошо. Ваше мастерство владения оружием повышается, что позволяет вам снизить время действия на вас контроля. Вероятность критического удары. Мастерство. Уменьшает урон. Так, ну давайте. Чем мне из этого понравилось? Это мне понравился стальной бич. Блиц. Стальной блиц. Стальная оборона. Ну, пожалуй, и вот это вот. Крешенли. Так. Ну, Железный авангард. Мне понравилось очень много скиллов, потому что они все очень дамажные и интересные. Но это больше на танка. Даже и не знаю. Давайте я сейчас подумаю, приостановлю запись. Знаете что? Я все-таки решил выбрать Железного авангарда, потому что... Ай, млядь. Ну, как бы вам сказать. Потому что я все-таки делаю из своего героя танка... О, тут даже фразы есть. С каждой атакой я становлюсь сильнее и крепче. А тут че? Этот клинок изящен и смертоносен. Страшное оружие и настоящее... Ну, как сказать... Потому что я хочу быть танком. Все-таки. Тем не менее. Танк это танк. Я понимаю, что урона как бы особого не будет. Но нескольких врагов... А, твою мать. Все никак не могу решиться, потому что этот выбор... Он останется со мной до конца игры. Хорошо. Хорошо. Все. Решился. Железный авангард. Хватит. Так, как вы видите, я прокачивал способности. То есть, в принципе, очков хватит, чтобы прокачать все эти способности. Тут. Нечего. Переживать за это. Вот. Тогда у вас остается менее 15 хитов. 10 хитов. Так, это хорошая способность, а вместо чего бы ее поставить. Нельзя терять первым. Да, ну я думаю... Вместо... Да, интересно все это. Хотелось бы рассказать, а вот тут... Получается такое вот раздумие. Ну давайте я пока вкину... Вкину это все в... А, ну да. В принципе, вместо боевого превосходства, потому что... Да. И вот перетаскивайте на второй запасной слот. Теперь же навыки. Как видите, открылись дополнительные навыки. Эти навыки мы качаем с самого начала. С первого уровня. А эти навыки открылись по профессии. С первого уровня. Да, вот это вот. Кидаем. Парирование это мне очень и очень пригодится. А теперь увеличить характеристики. Я могу увеличить... Да. Я согласен. Поднять все. Ну и вроде как бы все, да? С уровнем разобрались. Теперь. На 12 или 13 уровне мы получаем первого нашего напарника. То есть, как видите, с достижением его 15 уровня, максимального уровня для него. Хотя за 300 тысяч его можно улучшить до 20. То есть, дать ему возможность прокачаться. Он качается вместе с нами. Чтобы вы не переживали. Каждый выбирает себе напарника под свой класс. Потому что я, поскольку танк, я выбрал дамагера. Называл я собачку Авадоном. Он был таким прикольным маленьким щенком. А сейчас стал, ну вот, вот таким вот. Потом. По броне. В принципе, не так давно я получил артефакт. С этими вещичками, артефактами я знаком еще с Алодов. То есть, это такая плюшечка, которой можно пользоваться там раз в некоторое время. Там подхилиться или нанести урон вместо скилла. У нее очень большой кулдаун. Поэтому в каждом бою, ну то есть, каждый раз ее юзать как скилл не получится. Потом. Божество. Как видите, мы помолились и получили всякую херь. Не дай нам за эту молитву астральных алмазов. Ну и шуть бы с ними. Дальше, что я вам хотел рассказать. Дальше это профессии. То есть, профессии открываются, по-моему, с 10 уровня. И таким образом мы нанимаем там, делаем специальный квест. То есть, не как квест, а нанимаем в этой же иконке сотрудника. Вот как это, как это вам показать. Кройка, шитье, обработка кожи. Вот, например, дубильщика можно взять. И вот этим персонажем именно мы и управляем. И вот так у нас исполняется, как бы, крафт. Потом мы можем делать какие-то определенные вещи. Естественно, вероятность 100% просто для этого нужно время. По 20 минут, по 15 минут. Тут 6 часов, например. Такое вот. Такое вот всякое разное интересное. Такой в этой игре крафт. Теперь расскажу немножко про данжи. Данджики я постараюсь показать, ну, в своем следующем видео. Потому что сейчас как-то, как-то не ахти. Не так, не так давно, в принципе, на 25-м я проходил склеп. Вот этот вот. Этот Крегмар. И больше данжиков пока не было. Или, по крайней мере, я не помню. Потом арена. Арена открывается у нас с 15-го уровня. Если мне не изменяет память, конечно. И мы просто набираем команду. Ну, как? Команда набирается, как в танках, рандомно. И мы вмесимся на карте 5 на 5. Так же самое воюем за урон. При победе мы получаем больше опыта. При проигрыше меньше. Естественно, есть еще небольшая вероятность того, что вам выпадут вещи. То есть, какие-то определенные, это ничего особого, обычные вещички. Естественно, все эти скиллы мы можем перекидать, купив в магазине специальный жетон. За 300 условных денег. Так вот, меня прерывали, к сожалению. Которые продаются за 300 условных денег. Тут мы можем их пополнить, или деньги эти... как бы перевести с кристаллов или с кристаллов обратно, или деньги на кристаллы. Можно продать эти жетоны, как вы видите здесь. Так же, как всегда, нам готовы помочь наши дорогие друзья-скупщики, которые покупают и продают все за эти же астральные бриллианты. Вот, допустим, младший знак власти нужен для того, чтобы улучшать рунки, вставленные в оружие, в броню, в наших питомцев. Сейчас я попробую это продемонстрировать. Но астральные кристаллы не так легко добиваются, потому что не всегда они выпадают при молитве. Сейчас я вам попробую продемонстрировать, о каких кристаллах я именно веду речь. Вот, как вы видите, у меня в броне вставлены некие камушки. Третьего уровня, третьего уровня, первого уровня в щите. Странно, говно какое-то. Зачаровать предмет, обработать предмет. Сюда я вставляю рунки, такие же самые рунки, в принципе, которые просто выпадают из мобов, из сундуков. Простые налутанные руны. И теперь, как вы видите, нам не хватает реагента. Это младший знак власти. Одна штука. Вот мы берем, собственно, торговца. Прошу прощения. Покупаем реагент. И улучшаем руну до второго уровня. Естественно, руна встает получше у нас теперь. А на третьем уровне она будет еще лучше. И так постепенно улучшаем все вложенное нами. Спутники. Как вы видите, тут тоже вставляются рунки. На шею одеваются ему амулеты. И тут еще можно потом поставить кольцо. Как я уже говорил, для того, чтобы его улучшить до 20 уровня, нужно 300 тысяч. Это неподъемная сумма. Но, естественно, на него копить долго. Поэтому это, скорее всего, все будет делаться за реал. Я пока не хочу этого делать, потому что меня ободончик и так устраивает. Что ж. Пожалуй, подведу итоги. Потому что, о чем хотел рассказать, в принципе, все. Игра на 30 уровне стала, до 30 уровня была очень динамичная. Очень хорошая, очень ненапряженная. То есть, в принципе, эта игра, разумеется, не для всех. И в ней особо много времени не проведешь. Но, она интересна. Она интересна своей боевкой. Она интересна своими квестами. Она интересна сюжетными поворотами и данжами. Это не гринделка. Тут качаются, проходя квесты. Сюжетные квесты, которые все озвучены. Которые несут лор. Лор этого мира. Игра очень интересная. Как видите, вот даже по моим квестам. Там нету, как в БСе, китайской гринделки. Блин. Убей там 300 смоляных солдат. И получишь меч плюс 5 счастья. Вот. Это не гринделка. Это очень интересная игра. Но, разумеется, не для всех. Она имеет свойство надоедать. От нее уставать. Ну, естественно, можно играть там по 4 часа, по 2 часа в день. И вы будете играть в нее очень долго при этом. Ну, как долго. При этом не очень напрягаясь. И не так уж сложно поднимать уровни. Вот я за сегодня поднял 3 уровня. И я играю. Сейчас, подождите. 7. 6,5 часов. Так что, как бы... Не очень сложно. Дальше пойдут данжи. Это уже средний контент, можно сказать. Я только начинаю его распробовать. Пвп там пошло уже с 13-го или с 15-го уровня. Я уже начал ходить спокойно на арены. Еще раз покажу вам доминирование. Можно встать командой. Там, допустим, набрать свое пати. 5 человек. Или взять кого-то из своих людей. То есть, там, 1-2 человека. И вас просто докинет до рандомных людей. Система, как в танках. В принципе, только всех там поднимают до определенного уровня. Вот я, допустим, соревновался на 29+. То есть, всех поднимало до 29-го. Пускай даже со мной в пати был человечек 24-го. И вот, как бы, мы все сражались. Это определенные бонусы по хп, по урону, по критическому дэмиджу. Вот. Вот такие вот дела. Я продолжу играть в Neverwinter Online. И, наверное, продолжу делать вот такие вот небольшие видео. Я обязательно вам залью видео с PvP. И обязательно вам залью видео с каким-нибудь данжиком. Но это все будет, как бы, вскоре. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи.